Всем привет! Продолжаем книжные обзоры. Сегодня у нас такая специфическая книга, немножко может быть сложная для обывателя, потому что она очень таким научным языком вся описанная. Это не авторская книга, это сборник научных статей, посвященных современности Кавказа. Здесь анализируется постсоветский, такой российский Кавказ большой, в том числе и Южный Кавказ, только внутри России, только северный, с самых разных точек зрения. Атропология, политология, история, конфликты. Очень хороший разбор, такой достаточно профессиональный, то есть это был такой конкурс прохоровский среди студентов, среди научных авторов, специалистов, которые по разным тематикам, связанных с памятью, с инстанцией, строительством, подготовили свои статьи и они вошли вот в этот сборник. Ну, что здесь интересного? Конечно, такой довольно большой уклон в книжке дан Южному Кавказу, Армении, армянской тематике. Но, скажем, там тоже много интересного, потому что, например, в вопросах религии для меня было интересно увидеть таблицы, которые коррелируют отношение религиозных людей к тем или иным вопросам в Армении и сравнительно, в том числе, в других странах. И в России, например, почему-то совпадает процент верующих религиозных людей с процентов людей, верующих в магию. Это странно. Ну, может, это действительно такое свойство нашего постсоветского мира. Ну, немало интересного посвящено различным движениям, связанным с религиозными вопросами в Дагестане и в Кабрино-Балкарии. То есть есть, что почитать, на что взглянуть свежим взглядом с точки зрения современности, с точки зрения специалистов. Поэтому рекомендую эту книгу тем, кто вот именно глубоко, с научной точки зрения, интересуется современностью, современным положением дел на Кавказе. Издательство это новое литературное обозрение. Можно у них прямо на сайте заказывать такие книжки. Вышла она в 2014 году, но, тем не менее, актуальности не потеряла. Рекомендую прочтить.